Всем привет, дорогие друзья! Вы спрашивали про дождь и вот вам дождь. В Аланье настоящая гроза, гром, молнии. Ну и конечно же я вышла на улицу, чтобы все это дело снять. Сегодня 31 мая. Я еле успела доехать из офиса. Дождь начался буквально за 30 секунд до моего дома и я промокла чуть-чуть. В общем, покажу вам, что здесь у нас происходит. Я думаю, дождь будет идти недолго. Он все-таки летний, но очень-очень сильный. Как вы видите, улицы пустые, никого нет. Все попрятались дома, а я наоборот вышла из дома. Потому что дождь летом, ну практически летом, завтра уже лето, это всегда радость. Вот такие вот здесь лужи. Ужас! Слышите, какой гром! А перед этим была нереальная молния. И друзья, помните, я вам показывала дом, который снесли. Вот на месте его уже построили, практически построили 4 этажа нового дома. Вот эти вот все старые дома, которые вы сейчас видите, существует план обновления города, обновления жилищных, скажем так, условий горожан. И вот эти вот все старые дома, их постепенно будут сносить и строить на их месте новые современные дома. В жаркую погоду, друзья, гулять не получается. Ну вот, а когда начинается дождь, я всегда выхожу на улицу и мне очень-очень нравится гулять под дождем. Сейчас, как вы думаете, куда я иду? Конечно же, я иду по направлению к морю. Посмотрим, что там творится на пляже. Сегодня был очень длинный рабочий день. Начали мы в 8 утра, закончили в 6 утра. Обязательно смотрим по всем сторонам, когда переходим дорогу. И буквально за 15 минут до начала дождя Айхан позвонил мне и сказал, давай быстрее едь домой, потому что сейчас будет очень сильная гроза. И фу-фу-фу, слава богу, я успела. Да, расскажу вам еще немножко по поводу плана обновления домов, вот этих вот старых домов. Как мне рассказал Айхан, делается это таким образом. Все собственники дома, например, вот такого вот старого дома, собираются и решают, что они больше не хотят жить в старом доме. И решают обратиться в какую-то строительную компанию и сказать, мы хотим новый дом. Далее старестроительная компания переселяет всех жильцов в другие квартиры, строится новый дом. И в новом доме жильцам выдают новые квартиры. Они могут быть по площади, конечно же, чуть меньше, но, естественно, от этого стоимость вашей квартиры увеличивается, потому что она в новом доме, но в центре Алании. В общем, как работает эта система, точно я не знаю, но вот таким образом мне объяснила Айхан, что она работает таким вот образом. Ну и, конечно же, вы спросите, что с этого выигрывает строительная компания. А строительная компания в этом же доме получает какие-то строительные, какие-то квартиры или какие-то дополнительные бонусы. В общем, они там каким-то образом договариваются. Ну что, друзья, сейчас я иду по направлению к морю через очень классный парк. Посмотрите, идет дождик, никого нет. Супер! Во время дождя все краски становятся такими прям яркими. Природа дышит очень прохладно, свежо. В общем, супер! Конечно же, гром, очень громко гремит, немножко страшновато. Молнии, но все равно мне всегда радостно в дождь. Я очень-очень люблю дождь. Посмотрите на эту зелень. Прям видишь, все зеленое, настолько все становится контрастным. Можно заметить много вещей, которые не замечаешь в жаркую погоду, потому что в жаркую погоду хочется спрятаться от солнца. А вот в такую погоду хочется прогуливаться и дышать свежестью. Лужи по колено. Я уже переодела кроссовки специальные, чтобы не промокнуть. Но лужи, лужи по колено. Я думаю, что это один из последних дождей в Алании. Потому что завтра 1 июня и наступает лето. Дожди в Алании, это не страшно. Дожди в Алании, это очень классно. Все, друзья, мы уже пришли на пляж. Вот видите, как некоторые товарищи паркуются здесь у нас. Мы пришли на пляж. Если горизонт будет немного кривой, простите, потому что я без телефона и без стабилизатора. Картинку я не вижу, но... Кстати, очень удивительно, но море спокойное. Может быть, дождь не такой сильный. И вот видите, друзья, когда идет дождь с гор, в горах идет сейчас очень сильный дождь. Поворачиваюсь и показываю вам, что там происходит. Но такое ощущение, что скоро погода наладится. И будет опять солнечно. В общем, вот эта вся коричневая вода, это вода с гор. И поскольку там идет сейчас сильный дождь, море стало вот такого вот коричневого цвета. Но вы видите, что она разливается по кругу. И завтра, если будет солнечная погода, этого уже не будет видно. Очень сильно пахнет морем. Конечно, сверкают молнии. И находиться в это время на пляже не очень безопасно, друзья. Но ради вас я пришла сюда показать, что же здесь происходит. Вот вы видите, здесь проходит граница, где море сливается вот с этой водой. Опять сверкает молния. И когда будет хорошая погода, завтра этого уже не будет видно. Но это все вода с гор, с песком. Она стекает в море. Вот прямо здесь проходит эта граница. Пляж, конечно же, пустой, никого нет. Только я одна сумасшедшая здесь гуляю. Заходит солнце. И посмотрите на эти облака. Это что-то невероятное. Это просто потрясающе. Вот такое вот небольшое видео у меня получилось про дождь. Дождь уже заканчивается. Ну, идет, по крайней мере, не такой сильный, как шел буквально минут 30 назад. Ничего страшного в этом дожде нет. Поэтому надеюсь, что я удовлетворила вас, ваш интерес по поводу дождя. Надеюсь, что это будет последний дождь в этом году. Ну, по крайней мере, перед летом. И вы, конечно же, приезжайте, не бойтесь. В дождь в Алане тоже очень классно. Можно гулять с зонтиком. И, как я уже говорила, насраждаться этой свежестью и зеленью. Ну, а теперь я возвращаюсь домой, чтобы выложить для вас очередное видео. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте, задавайте вопросы. Буду рада вам помочь. Супер я свежилась, конечно. Здорово. В общем, буду рада вам помочь. Всем всего хорошего. Всем счастливо. И приезжайте в нашу красивую Аланию. Всем пока-пока. Да, друзья, и как постскриптум, хочу вам рассказать вот про эти ящики. Их сейчас расставили по всей Алании. Это ящики, куда вы можете сдавать одежду, игрушки, сумки, обувь, книги в хорошем состоянии. Также книги, текстиль. Пожалуйста, приносите сюда ваши вещи в хорошем состоянии. И мэри Алании будет отдавать эти вещи всем нуждающимся. Также в Алании стоят вот такие вот. Кажется, что это мусорки, но на самом деле это не мусорки. Сюда вы можете складывать старый хлеб. Не выбрасывать его, а сдавать сюда. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова